В Казанском федеральном университете состоялось интервью с ректором Ильшатом Гафуровым, посвященное началу нового учебного года. Какие темы были затронуты в нашем сюжете? В интервью с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым речь шла в первую очередь о приемной кампании 2021. Заметим, что в этом году были внесены определенные поправки в регламент приемной кампании. Во-первых, увеличилось количество бюджетных мест и в целом количество желающих поступить в КФУ. Заполнили все бюджетные места, а их было более 7100. Это огромный прием. И должен сказать, что в Казани средний балл единого государственного экзамена, именно по этому критерию обычно оценивают качество приемной кампании, 80,2. Затем было сказано об открытии специального детского сада для детей с расстройством аутистического спектра. Мы вместе Казанского федерального университета, который начал свою работу в День знаний. Также речь шла о лицеях. Напомним, в состав университета входит IT-лицей и лицей имени Лобачевского. В этом году IT-лицей, опять-таки по результатам единого государственного экзамена, занял первое место, мы 12 человек, выпускников сдали на 100 баллов экзамен. А если говорить о приемной кампании, то 187 студентов мы приняли 100 бальников. И 5 человек, 200 бальников. В целом по республике чуть более 260 человек сдало ЕГЭ на 100 баллов. Далее было сказано об оплате труда сотрудников, то есть поднятии среднего уровня заработной платы по университету. Также речь шла о единовременных выплатах преподавателям. В частности, с 1 сентября у нас на 5% поднялась балловая зарплата ОВП и административного персонала, за исключением ректора. В сентябре будут осуществлены, наверное, часа 6-го, 7-го часа, осуществлены единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей каждому сотруднику, точнее каждому преподавателю нашего университета, который таковыми числится на 1 сентября текущего года. Также речь шла об открытии нового института дизайна и пространственных искусств. Отметим, в этом году на первый курс нового института по программе бакалавриата поступили более 220 человек. Далее ректор КФУ отметил, что сегодня весь мир готовится к энергетическому переходу на более зеленую водородную энергетику. Планируется открытие новых программ, лабораторий, центров в области водородной энергетики, в области искусственного интеллекта. В конце беседы ректор КФУ Ильшат Гафуров обратился с напутственными словами к студентам, сотрудникам, выпускникам и пожелал им успехов в новом учебном году. Елизавета Никитина, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова